Не платила зарплату, чуть не лишилась квартиры в Эстонии и задолжалась за газ. Чем владеет мать Бешимбаева? Гастроцентр матери Бешимбаева, в котором не платят зарплату. Среди учредителей компании значится мать Бешимбаева Альмира Нурлубекова. Кроме бизнес-леди компании владеет бывший управляющий директор АОНУХ Байтирек и замдиректора по финансовым опросам Сержан Мадиев, который вице-министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулиушин, Тазбулат Абдулин и Али Оспанов. Предприятие создали 23 декабря 2019 года. Оно занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. Начиная с 2017 года организация уплатила 52,8 миллиона тенге налогов. В этом году предприятие испытывало проблемы с управляющим персоналом одного из баров. Задержки зарплаты довели с стороны досудебного разбирательства. В начале сентября 2022 года Гаухар Сидалина и Чингис Кужагов заключили контракт с руководителем ТОО. Они управляли барами, отвечали за его дизайн и постройку. Подбор и контроль персонала работали с поставщиками и арендаторами. Вели с кладовской учет и предоставляли маркетинговые услуги. Они получали зарплату в размере 630 тысяч тенге и бонусы в виде 4% от ежемесячной прибыли питейных заведений. Отправив акт выполненных работ за январь 2023 год, управляющие так и не получили плату. Через месяц им направили уведомление о раздражении договора с просьбой подписать соглашение, которое они не получали в виде документа. Кстати, не были прописаны сроки прекращения сотрудничества. По договору, в случае разрыва контракта и получения уведомления об этом, Кужаголову и Сидалиной должны выплатить 35 тысяч долларов в течение 30 банковских дней. Управляющие подали иск в Есельский районный суд, остальные с требованием взыскать всю сумму. Однако суд постановил взыскательство с руководства Кастроцентра только зарплату в виде 630 тысяч, 618 тенге, а также 63 тысячи тенге в качестве оплаты услуг юристов. В 2019 году на Альмире Нурлубекову было оформлено здание торгового центра Нью-Останавшем Кенти, по данным Двагис. По его адресу находятся ломбард, магазины, одежды и бытовой техники, а также шахматная школа. Владеет ли она сейчас этим зданием или успела продать, неизвестно. Компания на реабилитации. Как мать Бешимбаева стала владельцем доли в складском бизнесе. Альмир Нурлубекова также вступает соучредителем ТО «Сапа Логистикс». Предприятельством она владеет вместе с Аскаром Адиловым и Ерсаином Адиловым. В 2016 году входил в список аффилированных лиц АО «Должан Тэмир Джолэ». Компания занимается складированием и хранением непродовольственных товаров, кроме зерна и нефти. С виду бизнес вполне прибыльный, но есть небольшой нюанс. В сентябре 2018 года руководство компании обратилось в суд заявление о применении реабилитационной процедуры к «Сапа Логистикс». Специализированный межрайонный экономический суд Астаны назначил временного управляющего Кенжигайшу Курмангалиеву. В течение семи календарных дней представители «Сапа Логистикс» опубликовали в СМИ объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации. На тот момент мать Кондека Бешимбаева еще не назначили учредителем. Эту должность занимала Карлогаш Адилова, также входящая в список аффилированных лиц АО «Дожан Тимиржовы» по данным за 2016 год. Заявление от кредиторов не заставило себя ждать. Самая большая задолженность от ООО была перед АО «Фондом проблемных кредиторов». В апреле 2015 года сотрудники «Сапа Логистикс» взяли в банке Астаны 2,3 млрд. тенге на покупку зданий и сооружения земельным участком в Астане. Кредит должен были покосить до 23 апреля 2025 года. До мая 2018 года долг субсидировал Фонд развития предпринимательства «Дому» по программе «Дорожная карта бизнеса 2020». Затем помощь прекратилась, что привело к просрочке. Уже в августе долг по займу составил 122 млрд. тенге. Сотрудники компании просили банк о риск репутации на период восстановления платежной способности, но им отказали. Уже в октябре представители Фонда проблемных кредиторов попросили специализированный межрайон экономический суд Астаны применить реабилитационную программу «СПА Логистикс». Однако вы их иск не удовлетворили, сославшись на рост доходности предприятия-должникам. Юристы ТО «СПА Логистикс» в судных станциях пытались применить процедуру лепитации, но вновь получили отказы. Мать Бишимбаева вошла в состав учредителей компании в конце июля 2020 года. С того момента налоговые отчисления предприятия увеличивались. Гранты от правительства, чему обучают в техническом лицее матери Бишимбаева. Альмира Нурубекова с 9 ноября 2020 года владеет техническим лицеем в Шымкенте. Учреждение предоставляет основное и общее среднее образование. Как значится на сайте, основным отличием лицея от школы стала собственная учебная программа. Предприятие заключило несколько госконтрактов из одного источника. За два года, 2021-2022 годы, технический лицей получил от АО «Финансовый центр», владеет правительством РК, более 279 миллиардов тенге за услуги по предоставлению среднего образования. Кроме бессрочной лицензии на основное и общее среднее образование, выдали 27 октября 2023 года, лицей получил право на предоставление медуслуг. Организация может предоставлять первичную медицинскую, санитарную и доврачебную помощь детям. Эту лицензию учебное заведение получило еще и в 2008 году. Судя по налоговым отчислениям, этот год для этих лицея стал самым прибыльным. Руководство частного учреждения успело пополнить казну государства на 27 миллионов тенге. Чем еще владеет мать экс-министра? Налоговые выплаты остальных компаний Альмиры Нурлубековой не настолько впечатляют. Большинство предприятий зарегистрировано в Шумкенте по одному адресу. То Южно-Казахстанская организация качества занимается профессиональной научной и технической деятельностью. Начальная организация оказывала консультинговые и маркетинговые услуги, назвалась Аюле Ата Консультин Групп. В апреле 2023 году компания включила список бездействующих. То Сусис АБН занимается разработкой строительных проектов. Предприятие создали в мае 2021 году. Учредителями назначаются мать экс-министра Нурлан Жасузаков и Бахаджан Байжанов. Арестованный двоюродный брат Кондыка Бешимбаева. За два года организация уплатила всего 3,2 миллиона тенге налогов. А с 1 ноября предприятие Сусис АБН должно от частной компании 2,5 миллиона тенге. ТО «Наобед-2» занимается выращиванием зерновых культур, включая семеноводство. Компания отправила в прошлом году в госказну налоговое отчисление на сумму 14 тысяч тенге. А в этом году уже задолжала 1,5 тысячи тенге. Частная компания «Элау Партнерс ЛТД» зарегистрирована в Международном финансовом центре Астаны. Предприятие предоставляет финансовые услуги в различных отраслях экономики и инновационной деятельности. Кроме Альмиры Нурлубековой, учредителями значатся в ее бизнес-партнеры по гастроцентру. Зам. директора по финансовым вопросам ТО «Документалок» Сержан Мадиев и первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулиушин. За несколько лет существования «Элау Партнерс ЛТД» заплатила в казну 2,3 миллиона тенге. Кроме вышеперечисленных предприятий, мать экстреминистра руководит ТО «Немецкий дом», учредитель которого неизвестен. Находится компания по тому же адресу, что и тех лицей. В апреле 2023 году предприятие признали бездействующим. Плата за газ и продажу квартир мошенницей. Несмотря на достаточно прибыльные проекты бизнеса, у ИП Нурлубековой в 2016 году появились проблемы с платой по счетам за газ перед ТО «Каз Транс Каз Аймак». Договор стороны заключили в январе 2014. Ежемесячно покупатель должен был вносить 100% в качестве аванса и подписывать оформление поставщиком акт сверки. В сентябре 2016 году ООН направил уведомление о задолженности в 92 тысячи тенге. Через 4 месяца представители компании «Каз Транс Газме Аймак» подали в суд и требовались Нурлубековой уже 95 тысяч тенге, сумму задолженности и госпошлину. Через год Нурлубекова сама выступала истцом в суде. Ее квартиру в Астане продала незнакомая женщина за 30 миллионов тенге. Об этом Абби Шамбайова узнала в феврале в 2017 году и сразу же обратилась в полицию. За короткий срок имущества дважды поменяла владельца. Сначала его продали на Илю Касенову, а он впоследствии с Ауле Далиповой. 24 мая Ясильский районный суд столицы отменил все сделки купли-продажи. Жилье вернули первоначальному владельцу. Продолжение следует...